Привет! Сейчас я буду делать пакет Tracer 9.1.2.6. Здесь у нас изучение NIT. Нам нужно будет отправлять пакеты и смотреть на них. Важно в этом здании нам нужно будет IP адреса смотреть. Но самое главное для вас это то, что в этом здании самое важное это заполнять PDF файл, который вот есть. Найти инструкции. Вы его скачиваете, заполняете и потом отправляете вместе с ПК файлом выполненным. Вот. Давайте начнем. Что у нас здесь есть? Здесь много текста и много чего нужно делать. Я буду делать только самое основное. Вы можете проделать по шагам, потому что тут все абсолютно расписано и отвечайте на вопросы в PDF файле и делайте. А я основное сделаю. Сначала переходим в симуляцию. Здесь я поставлю фильтр ивентов. Нам нужен HTTP. Можно еще HTTPS. Но это в конце вас попросят изучить отдельно HTTP, HTTPS и все остальное. В общем HTTP ставлю. Это все, что нам пока что нужно. И закрываем. И давайте начнем. Нам нужно на любом компьютере из центрального офиса открыть вот эту ссылку. Desktop веб-браузер. Вставляю. И go. Нажимаю вперед. И мы видим, что у нас появляются HTTP пакеты. Вот они. Можем кнопочкой Capture Forward. Сейчас она у нас вот из-за этой кнопки идет сама по себе вперед. Можно кнопочкой Capture Forward нажимать вперед-вперед. Нас просят остановиться на D1 или D2. Ну, в зависимости от того, где мы отправим их. А вот он остановился на D1. Заходим в него, в пакет. И смотрим. Нас интересуют Source IP и Destination IP. Смотрим Source IP. Он у нас 10.2.0.5. Destination 64.100.201. Это нужно как-то запомнить. И идем дальше. Отправляем дальше. На R2 он приходит. И когда он на R2, нужно его открыть. У нас на R2 настроен NAT. И мы видим, что у нас Source IP меняется на 64.110.3. Смотрим, какой был в D1. Вот, мы видим, что у нас здесь нигде такого адреса нету. А вот здесь у нас каким-то образом появился вот этот непонятный адрес, как Source IP. То есть, с R2 он будет передаваться с таким Source IP. И тут мы видим, что у нас в NAT пуле есть этот адрес. То есть, у нас R2 задал этот адрес как Source IP, взяв его из NAT пула. Вот. Также можно прокликать до самого конца, до отправки пакета. И посмотреть, какой будет там адрес. Вот он на бренч сервере, дошел до самого конца. Откроем. И здесь мы Source IP видим тоже другой. И, в общем-то, на этом все. Потому что здесь все задание построено на этом. Вы отправляете пакеты из разных устройств. На разные устройства. Здесь все по шагам описано. И смотрите Source IP и Distination IP. И смотрите, есть ли эти адреса в NAT пуле. Они всегда будут, так как это должно быть так. Ну и вот здесь еще сбор информации. Отвечайте на вопросы в PDF. Не знаю, что еще сказать. На этом все. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok